От Дуная и дальше до самого Алтая предки ногайцев, все. Половина русских названий, Харьков, Киев, все это чисто ногайский топоним. Харьков это Харкоп, много снежные. Русские Голицын взял, один из предков Голинцев взял его в 1605 году. Харьков, Кала. Харьков. Вы понимаете это? Вот в журнале Родина, там написано топонимы степных народов. 110 крупных городов, сегодня российских, крупных городов и местностей, называется топонимы Ногайские. Ростов. Ростов Астана. Ростов называется древнескифский, астский, название его Астана. Ростов. Астана Кала. Азов. Его Екатерина Ивановна завоевала в 1768 году, переименовала светлым именем эту крепость. Азов это Ас. Асов тоже? Да, да, да. Асовский. Еще какой город? Сейчас скажу. Киев это зять. Киев. То есть это тюркское имя? Да, 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 тюркское имя. Предка Ногайская. Потому что первыми стояли предка Ногайцы, Ногайцы это. За нами стояли все другие тюрки. Ни казахи, никто. Казахи от нас вышли. Как от нашей Ногайской Орды вышли они. Это почти один народ с нами. И все какой город вам сказать, да? Скажите, если еще есть? Сейчас скажу. Белград. Белгород? Вот Белгороди же. Когда славяне пришли, спрашивают наших предков Ногайцев. Тех же Кипчаков, Найманов, Ногайцев. Потом, это немного, я вам скажу, как это потом. Пришли и сказали, как этот крепость называется? Они, наши сказали, Ногайцы. Предка Ногайцев, Ногайцы, да, сегодня? И так. Ах-Тау. А это что такое Ах-Тау? А вот, говорит, гора Белая, Меловая гора. Меловая там, и сейчас стоит эта гора. Мел. Ах-Тау, Белый. Ах-Тау это гора, Ах это Белый. Ах-Тау. Ага, Белгора. Белгора, вот вам Белгород. Там, это вотчина Ахмад Хана Ногайской орды. Ахмад Хана. Чтобы вы знали. Вотчина. Ну, бывали же области, области в государстве? Ну, как в республике. Это Улюсь Пай был, Ахмад Хана. Улюсь, это Ногайское слово Улюсь, Пай. Или все это, понимаешь? Тысячи-тысячи слов русских, это произошли, именно они восприняли у Ногайцев. Тысячи-тысячи слов. Он знает это. И сегодня Мамай Хан, именем которого называется Курган Мамая. Курган тоже Ногайское слово. Холомон Курган. Строил. Для царя. Наши предки хоронили в больших курганах. Руками строили. Вот умирал князь хан. Вот для него насыпи делали. Насыпи делали и под ним хоронили. Каждый курган у нас, большие высокие курганы есть, это могильные. Начиная со скифских полеменов, половецких полеменов, все. Все наше. Не надо придумывать, что греческие золото, греческие другой, третий, ничего подобного. Все это наша тюркская. Тигах хан, помнишь? Тигах хан. Киев открыли, и Киев нашли, и золото нашли, все нашли. Тигах хан это кепчакский хан был. А теперь передают золото греков. Золото греков. Какой там греки? Что вы говорите? Греки пришли в начале нашего эры, колонии делали. Крыму, Танаис. Вот сейчас Ростов они называли Танаис. От слова Астана они переделали. Дон называется на нашим языком река Дон Тана. Около этого Белгорода течет река. Они спросили, как называется эта река. Они сказали, что это тело. Это что такое шутила? Это молоко, потому что мел крошится. Вода белая, да? Течет. Поэтому нагайцы эту реку называли сутила. Русские взяли, прямой перевод взяли. Молочная. И сейчас эта река называется молочная. Калька. Прямой. Следующий. В Донецкой области есть река. Река. Конские воды. Спросили у наших. Как это называется? Это Елка-Елга. Атлар. Елка-Елга. Кумык, ты понимаешь Елка? Елка-Елга. А, Конские воды, прямой перевод. Белая церковь, Ак-Мечет в Украине есть тоже. Все это, все это топоним, все это. Крым весь, целиком нагайский. Никаких татар не было там. Потом приписали их. Потому что южный берег Крыма смешался с греками, итальянцами и кавказскими народами. Но сохранили язык нагайский и турецкий смешанную. Ялта. Судак. Север весь нагайский сегодня. Все они нагайцы. Керчь нагайцы. Феодосия нагайцы. Бахчисарай нагайцы. Симферополь нагайцы. Джанкой нагайцы. Белогорский. В 1399 году. 1399 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова